В Сергиевом Посаде пишет операция Примус, горит ангар мебельного комбината, пожар уже охватил 2000 квадратных метров, ну и как-то развивается дальше. Бывает, что я могу сказать, то есть это очень серьезная вещь, операция Примус, да, как в фильме удар головой, говорит, я не решил, не решил, что лучше всего для мебели, да, топор или огонь, вот видите, а мы решили. В Астраханской области, говорят, количество пожаров увеличилось, ну там какие-то там тысячи процентов, то есть невероятно горит все, какой-то рыбзавод сгорел, что-то еще тут вот за сутки 19 пожаров и так далее. Ну какие-то сами по себе, какие-то результат Примуса, безусловно, и так далее. Какие-то просто шальные люди устраивают, которые подвержены влиянию. Когда все горит, просыпаются пироманы, которые уже начинают жечь вообще все. В минеральных водах сгорел, я так понимаю, ну склад, а заодно и предприятие лакокраски, огромное, огромное помещение, площадь горения, вот пишут, официально составил 400 квадратов, а там я не знаю, то есть помните, когда сгорело 50 тысяч квадратов, да, в этом озоне, то говорили, что 2,5 тысячи зона пожара, так что, ну тут я не знаю, в общем-то, за что купил, за то и продаю. В МИАСе электроподстанция взорвалась, говорят, кто-то повредил чего-то там, в общем, что-то кто-то повредил и взорвалась очередная электрическая подстанция. По всей России, обратите внимание, взрываются по 2-3 за сутки. Ну, то есть, когда закончатся, они очень легко просчитать, потому что их все-таки не очень много. И неизвестные сожгли на Омской выставке, значит, объект такой, художественной лошадь, сделанную из соломы, ну там, с какой-то травы, соломы и так далее. Хоть бы сфотографировали, так была бы хоть огненная лошадь. И вот товарищ наш пишет, что и прислал фотографии, я не стал сознательно показывать, потому что будет понятно, где это, как это и кто это. Да, на водокачке он каждый день пишет для ватников там различные послания, все это закрашивается постоянно, ну, в общем, у них постоянная борьба. Они, этот наш пишет для ватников послание, коммунальщики закрашивают сверху этой краски, снова пишется послание и так далее. В общем, вечная тема. Молодец, спасибо. По сообщению ГУ, да, Главного управления Министерства чрезвычайной ситуации по Волгоградской области, накануне вечером в поселке Суда на двух улицах загорелись хозяйственные постройки и машины горели, то есть горели какие-то склады с пиломатериалами, которые были заготовлены и которые сгорели все на повал. Мужчину, который бросил коктейль Молотова в автобус, задержали сотрудники полиции этого Ленинградской области. Человек заявил следующее, просто вообще весело. Он говорит, я слишком долго был взрослым, значит, мне надоело, мне надоело играть комедию здесь. Я не хочу вот этими всеми вещами заниматься. Бензин горит, иногда он горит на троллейбусах. Я поджег бензин, чтобы он горел ради самого процесса, чтобы отвлечься, чтобы не думать. Ну, теперь я так понимаю, энное количество лет за решеткой ему придется думать. Ну, в общем-то, я говорю, такие вещи недопустимы. Автобус, троллейбус там с людьми и так далее. Это вообще совершенно недопустимо. А вот в Бердянске взорвали автомобиль коменданта города. А вот это допустимо вполне, потому что он коллаборационист, я так понимаю, служитель путинского режима. И поэтому подорвался, была перестрелка. Я так понял, что он в тяжелом состоянии в больнице находится. Так, ну, тут очень много информации еще о поджогах. В Шабранской роб, значит, подожгли 10 гектаров на территории района. Местный житель, говорят, совершил поджог. В Соколе неизвестные подожгли автомобиль. Вот, только Сокол непонятно какой. Вологодский, наверное, да? В Вологодской области. И пожар оставил без электричества полгорода в Приморье. Любимый, говорят, в Приморье город Путина. Большой камень. Путин приехал туда в Приморье. А тут сгорел трансформатор. И полгорода без электричества. Но по другим данным, что вообще весь город остался. Уже умер в Бердянске. Ну, да. Бывает. Прежние тоже, на кого покушались, все умерли. То есть, результативность вообще стопроцентная. В Аксай 57 человек тушат пожарные склада с древесиной. До этого писали 20 человек. Потом 57. Сейчас уже вроде больше. Огромный пожар. Ростовская область, город Аксай. Из 4 складов горит 3. Но сейчас, возможно, загорится и 4. В этих складах пиломатериалы. И электроника. Ну, классический вариант пиломатериалов. На огромную сумму пиломатериалов уже сгорело. Но я так понимаю, что сгорит еще. Вот наши соратники утверждают, что Аксай Ростовской области. Операция Примус. Хэштег России в огне. Супер пилорам полыхает. И так далее, и так далее. Ну, я допускаю. И сотрудник предприятия. Значит. Так, так, так. А, ну это в Бийске. Да, вот в Бийске олеумный завод загорелся. Почему он олеумный называется? Не знаю, да. Производит он, я так понимаю, взрывчатку. Это то ли умный завод, да. И рядом с ним вдруг случился пожар. Загорелась трава. Потом все перекинулось на завод. Ну, как обычно бывает, когда Примус работает. Да, то есть горит вначале что-то рядом. Потом перекидывается. И теперь всю толку с этого завода эвакуировали. Все разбежались. Потому что там взрывчатка тушат, я так понимаю, включая пожарным поездом даже. То есть там тушат все. Все, кто может приехать, приехали. Плюс пожарный поезд. Ну, взорвется, не взорвется, я не знаю. Потому что, как бы, еще не потушили. То есть еще не долетели. А там посмотрим. Ну, олеум, да, насколько я помню, это масляный раствор серного ангидрида и серной кислоты. Вот, поэтому я не знаю, почему он. Бийский олеумный завод называется. Хотя производит взрывчатку. Ну, может быть, когда-то давно он там производил этот олеум. Олеум. Хорошее название такое. Жесть, ничтожный этот Тупин. 23 года власти. За это время ничего не смог построить. Все развалило. Такое ощущение, что он из всех вариантов для РФ и для себя он специально выбирает самый плохой. Как вообще такое возможно? Он Малифик. Вот вы мне не верите или не понимаете, или не слышите. Малифик всегда выбирает худший вариант. Он зловредитель. Человек так устроен. Я не знаю, может быть, в будущем мы найдем ген. И так далее. Я вообще придерживаюсь теории Ламбразо. Что такие вот особые злодеи, такие как Чикатило, Путин и так далее. Что это Малифики. Что они рождены такими уродами. Понимаете? И всегда, если есть два пути. Один прямой и путь правды. И приведет к этой же цели. Ну, то есть, ты станешь там богатым, знаменитым и так далее. И другой, кривой, длинный, более тяжелый и сопряжен только со злодеяниями. Малифик всегда выберет злодейский путь. Никогда он не выберет путь нормальный человеческий. Видите, другие криминологи не поддерживают меня в том, что есть такие существа особые. Как вот Путин, Чикатило и так далее. Ну, как-то в свое время те люди, которые написали Малиус Малификарум, они как-то задали эту тему. Они все-таки были еще доломбразо родоначальниками этой темы. Продолжение следует...